Здравствуйте, с вами мой блог «Ничего святого» с Сергеем Поярковым. Я тот художник, который может обидеть каждого. Друзья мои. Я открою вам секрет, который выяснился буквально недавно. Вы же обратили внимание, что когда Зеленский обратился со своим посланием, а ICTV подписал его вот всей вот этой ахинеей внизу, то есть вещь на поверхности, а есть еще вещь, скрытая глубоко в недрах политических тайн. Мы на поверхности увидели очевидную вещь, что это было два генератора случайных слов. Один генератор случайных слов – это титры на канале ICTV, а второй генератор случайных слов – это был, конечно, наш президент Владимир Зеленский. И вот когда два генератора случайных слов вдруг совмещаются на одном экране, реально получается ржачно «Но! Но!» Там еще был тайный скандальный смысл – это международный скандал. Кремль стал на уши! Потому что, оказывается, во всех переговорах тайных между Кремлем и Киевом, то есть Зеленский и Путин, они присвоили друг другу какие-то кодовые имена, такие псевдонимы, такие погонялки, да, эти позывные, вот позывные. Они же не могут говорить «Вова-Вова», оно легко перепутать, да, и поэтому у каждого есть свое кодовое имя. Так вот, Зеленского, ну, так уже сложилось традиционно в мире, его называют «Моника», а Путина в этих переговорах называют «Эрика», ну, характер нордический, гордый, то есть Путин себе псевдоним выбрал сам, а Зеленскому уже какой достался. Так вот, когда Путин реально увидел, что Зеля на голубом глазу выступает с титрами, что он убил «Эрику», тут же он мгновенно поднял трубку и из Кремля на банковую достался звонок. «Слышь ты, Моника, это я, Эрика», ну, в смысле, Владимир Владимирович, Эрика, «Ты что себе позволяешь, ты, сморчок, баклан прыщавый, ты что, ранцы попутал? Что значит, ты убил Эрику? Ты что, офигел там недомерок хренов? Да я еще простужусь на твоих похоронах, понял ты, сморчок», сказал Владимир Владимирович Владимиру Александровичу. Друзья мои, кстати, вот в этом вот, когда генератор случайных слов Владимир Владимирович с помощью канала ICTV смешил весь народ, я даже для себя нашел прикольный момент. Меня очень тронули вот эти титры под выступлением Зеленского. «Допытливый розум художника намагается зазырнутый в суть рычей». Это Зеленский, наверное, так тонко намекает, что тут СБУ у меня, готовит обыск, там сегодня, кстати, по моему делу, там допросили Бирюкова. Они хотят, сейчас мне еще вменяют новые эпизоды, то есть мне даже как-то лестно похоже, что Зеленский, ну, можно сказать, не только Путина подколол, он даже, так сказать, «Меня не забыл!» Ну что ж, спасибо, Хоботов, я оценила, как говорят классики. Смотрите, тут вы обратили внимание, наверное, на то, что недавно наши все олигархи, ну, не все, конечно, больше их часть, вызвали Вову на допрос. То есть, нет, ну, понятно, что нам-то с вами рассказали, что это, типа, он их вызвал. На самом деле все было очень просто. Он всех уже достаточно, ну, подзадолбал, потому что большинство из тех, ну, как бы, товарищей, кто там были, они уже свои вопросы как бы решили, и они уже как бы понимают, как вопросы решаться. Кому отойдут какие там скважины, лицензии, месторождения? То есть, они уже, в принципе, определились, что они будут делать дальше. И вот теперь Вовочке будут давать ценные указания, что ему надо делать. То есть, те, кто голосовали за Зеленского, на самом деле, они выбрали вот тех людей, которые там сидели в администрации, чтобы у вас не было иллюзий. На самом деле это не он их вызывал. Просто было удобно собраться у него в кабинете. Ну, чтобы не было лишней конкуренции. Ну, конечно, Коломойский мог принять у себя, Ахметов мог принять у себя, но для того, чтобы не создавать между этими олигархами нездоровую конкуренцию, потому что важно, на чьем поле идет матч, они решили просто вызвать Зеленского на нейтральную землю. А ничего нет нейтральнее, чем администрация президента в наше время. Уж он-то, в отличие от тех, кто пришел к нему в гости, точно ничего не решает на сегодняшний момент. Так вот, смотрите, на этой встрече определилось очень много интересного. О том, что вот эти люди, которые пришли к нему, то есть не мы с вами, да, то есть не те, кто там голосовал за Зеленского или против Зеленского на выборах, не будут платить СВ. То есть это, опять-таки, это как бы они сказали, что будут проблемы с пенсией, да, с вот этими вот, значит, опять, они договорились, что не будут платить налог на землю. То есть вообще-то это не мы с вами в основном платим налог на землю, потому что мало у кого из зрителей квартира больше 85 метров, да, или какое-то там количество гектар, там, домов, да, там, тысячи метров недвижимости. Как раз суть договоренности-то была, как это не смешно, о том, что те, у кого 20 квартир или 30 машин, вот им-то как раз и будет послабко. То есть результатом этой встречи стало то, что мама Дубинского, которая любит скорость, и сам Дубинский с десятками квартир и машин, вот именно им-то и достанется налоговая льгота. Ну и, конечно, всем олигархам, которые, как бы, вызвали Вову на допрос в администрацию президента. Кстати, половину людей, которые пришли к Зеленскому на вот этот вот допрос его олигархами, я знаю лично. Кого-то очень давно, кого-то более-менее давно. Вы знаете, они все на самом деле, ну, между собой ржут. Они уже все поняли, кто попал в администрацию. Конечно, они все ему парят на уши лапшу, что он великий, что его страшно уважают. На самом деле они уже поняли, особенно после броска Гончаренко, с Зеленским им все стало ясно. Они сейчас решают свои вопросы. Они реально понимают, что впервые, вот впервые попал на это место такой баклан, который ничего не понимает, в принципе, боится совсем не того, чего надо, и его можно использовать в темную, да его даже в светлую можно использовать. Он же верит любой шняге, которую вешают на уши. Я лично знаю 10 человек, которые Зеленского отговаривали идти в президент, ну, еще до того, как он анонсировался, да. Начиная от тех, кто гуляет с ним, во дворе встречал его с собакой, ну, и заканчивая теми, кто, собственно, с ним играл в КВН. Я знаю больше 10 человек, которые ему пытались объяснить, что Вова не надо идти в президенты. У Зеленского на самом деле есть трагическая вещь, она называется комплекс Шурика. Он типичный Шурик. Помните, вот операция и там Кавказская пленница, там был такой актер Демьяненко, Шурик. Он всю жизнь страдал, потому что он играл комические, смешные роли, его все любили. Но он почему-то с дуру всю жизнь хотел сыграть Гамлета. Он нажил себе язву желудка, кучу проблем. Он, собственно, всю жизнь поедал себя поедом. Он хотел сыграть кого-то великого. Он не понимал, что Бог дал ему природу, вы свыше, родители. Прекрасный шанс быть успешным, реализованным всем любимым Шуриком. Он портил себе кровь, он хотел сыграть Гамлета. И вот Зелинский, который, в общем-то, по жизни, он такой, ну, типичный Денни Девито, он категорически истерично выкакивает из себя образ Пирса Броснена. Вот поэтому он такой смешной. Поэтому куда бы он ни приехал, в Америку, в Оман, или просто пришел на ICTV что-то нам звездануть, у него все время получается лажа. Потому что природа сделала его, ну, знаете, таким гениальным ложевиком. То есть вот природа создала его для того, чтобы над ним поржали. А он вместо того, чтобы наслаждаться тем, как классно он умеет заставить людей над собой поржать, он почему-то вообразил себя серьезным человеком, лидером, политиком, и он требует к себе серьезного отношения. И от этого над ним люди начинают ржать еще больше. Но, конечно, вот те люди, которые пришли к нему, вы же там видели олигархов, там первый, я так по картинке помню, справа сидел Игорь Воронов, ну, и там дальше все же там, все там дальше чуть-чуть в этом ряду, все же вы там заметили, да, там и Коломойского, и Ахметова, но из этих двух десятков людей половину я отлично знаю. Смотрите, как раз вот они-то прекрасно знают, что будет, но Вове об этом не рассказывают. А я могу сразу Вове рассказать, что с ним будет. И вот здесь внимательно пусть послушает его семья, друзья и знакомые. Ребята, когда Вова вылетит как пробка из президентского кресла, у него будет целая куча своих портновых. Ну, портнов это тот, кто сейчас устраивает сюрпризы Порошенко. Вот Вова себе наживет огромное количество врагов. Причем врагов таких смертельных, до гробовой доски. Врагов, которые будут его догонять до конца жизни. Причем это буду совсем не я. Это будет совсем не Маруся Зверобой и совсем не София Федына. Потому что Вова-то нам по большому счету нафиг не нужен. Он просто смешной. Мы говорим о том, что он смешной. Он обижается. Но мы не получаем от него выгоды никакой. И самое главное, мы не заводим его в какие-то шняги, в какие-то моменты, за которые ему потом придется расплачиваться до конца жизни. Вот те люди, которые им рулят, они-то как раз и воспользуются. Когда рейдинг Зеленского станет 18-19%, вот его массово начнут сливать все. Все те, кто сейчас ему елей на уши наливает. Потому что тогда они поймут, что вот он старый лидер, который заканчивается, а он неизбежно закончится. И тогда его начнут претенденты на будущее лидерства рвать на маленькие политические кусочки. Вот, собственно, то, что я хотел сказать, коротко. Я еще обязательно в ближайшее время, день-два, хочу записать ролик по поводу коронавируса, потому что там все не так гладко, как нам рассказывают. Ну, еще остальные моменты. Потому что мне тут люди говорят, что ты давно ролики не записывал. Ну, я реабилитируюсь. Так вот, друзья мои, еще один момент интересный. YouTube выкинул такую штучку. Там у меня в самом начале, как я начал YouTube-канал, почему-то мне забанили один ролик, который назывался «Фас Карабас». Я вот только сейчас обнаружил, что этот ролик вдруг почему-то опять появился. То есть, YouTube его забанил, сказал, что там что-то не то. Не поленитесь. Сейчас все же на карантине. Посмотрите ролик «Фас Карабас». Там я распускаю, можно сказать, на шерстяные нитки одного стрёмного, смешного бобика. Видно, этот бобик на меня пожаловался. Ролик YouTube снял. Ну, я, поскольку бобик мелкий и смешной, не обратил на это внимания, но по каким-то своим алгоритмам YouTube решил, что не надо идти на поводу у обиженного бобика, о котором идется в ролике «Фас Карабас». Посмотрите этот ролик. Он того стоит, потому что он самый недосмотренный, а он достаточно интересный. Друзья мои, не забывайте подписываться на мой канал. Ничего святого с Сергеем Понярковым. Каждая ваша подписка, каждая ваша подписка на мой канал, это ваш личный месседж. Нашему СБУ, нашему ГПУ, администрации президента, Верховной Раде, собственно, лично семейки Зеленского. Ну, и вот ваше отношение к тому, что происходит. Обязательно буду чаще записывать ролики. Опять, если, если мне разрешат, то во время обыска я постараюсь провести трансляцию. Конечно, если будет такая возможность. Самое главное, что у меня тут будут сейчас новые обстоятельства по моему делу, потому что вы понимаете, что нашей власти больше нечего делать. Они расследуют пародии, стримы. Наш президент очень бздит художников, волонтеров, добровольцев, девочек. Но мы-то с вами понимаем, что это наша задача потом исправлять всю ситуацию. В общем, исправление ситуации ляжет на наши плечи, поэтому вот такие YouTube-каналы это средства коммуникации. Кстати, там готовится большой наезд на прямой канал, насколько я понимаю сейчас. Поэтому пока моя программа не выходит, мы не хотим добавлять масла в огонь. Но если мы с вами вот абсолютно жестко, строго в соответствии с нашим законодательством, когда закончится вот эта шняга с коронавирусом, будем выходить на массовые мирные акции протеста, у нас все обязательно получится. Подписывайтесь, расшаривайте и проверяйте подписки. Друзья мои, за нами не заржавеет.